МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Возмущены многие, а на пикет в защиту сквера на площади Сахарова пока вышла лишь одна жительница Барнаула. Виноват снегопад из-за непогоды в Солонешинском районе. Без электричества до сих пор остается несколько сел. Зрители кружили, обнимали и доводили до слез. Такой была премьера постановки «Мой папа Питер Пен» в Молодежном театре Алтая. Итак, в Барнауле прошел первый пикет в защиту сквера на площади Сахарова. Пикет был одиночным. Заступиться за зеленую зону вышла жительница краевой столицы Татьяна Труфанова. На плакате написала «Оставьте сквер». Напомним, месяц назад стало известно о планах построить на этом участке крупный гостиничный комплекс «Рэдисон». А на прошлой неделе прошел первый круглый стол с участием застройщика, где уже представили макет объекта. Согласно ему, гостиница займет, конечно, большую часть зеленой зоны, а от сквера останется несколько деревьев. Барнаульцы возмущаются в соцсетях подобным произволом, но на пикет вышла только одна Татьяна. Кстати, позже она опубликовала еще один пост, в котором показала территорию рядом со своим домом и написала, что посмотреть на их яблони, березы и сирень приходит много жителей. Если людям важна даже такая мелочь, то ухоженный большой сквер на Сахарова, несомненно, должен остаться нетронутым. Свой пост она сопроводила хэштегом «Хочу зеленый Барнаул». Под угрозой срыва занятий оказались ученики нескольких школ Солонешинского района. Накануне снегопад оставил без света 1600 человек в 20 населенных пунктах. Сейчас снежный покров на территории района в некоторых местах достигает 70 сантиметров. Оборвались провода, упало несколько опор. Котельные в двух школах сел Карпова и Туманово удалось запитать, но энергетики продолжают работы. Как пояснил глава района Виктор Горбачев, в Солонешинском нет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы. Напомним, в субботу 33 села этого же района провели несколько часов без света. Приходилось задействовать дизельные генераторы, чтобы подать энергию на важные объекты. Без света накануне остались и жители барнаульских поселков Лебяжьи и Центральные, но здесь по причине ДТП грузовик въехал в электроопору и обесточил 150 частных домов, 6 многоквартирных и котельных. Поврежденную опору демонтировали, а провода переключили на соседний свет. Вернулся в дома через несколько часов. Не самыми спокойными оказались выходные и в краевой столице. Троих пешеходов сбил накануне водитель в Барнауле. Авария произошла вечером на пересечении Анатолия и Комсомольского. Автомобилем Kia Sportage управлял 45-летний мужчина. Три женщины 59, 24 и 23 лет переходили дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется. Все они госпитализированы. По словам очевидцев, с пострадавшими был ребенок, но его иномарка не зацепила. Предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка. На Алтае с закрытием дачного сезона увеличилось количество краж с приусадебных участков. К примеру, накануне в Бийске преступники похитили электроинструмент и телевизор. Все дело в том, что владельцы дачи уезжают в город и бросают свои участки. Это и есть основная причина участившихся краж, отмечают сотрудники правоохранительных органов. Они сейчас работают в усиленном режиме, выходят в рейды и беседуют с населением. В целях профилактики уже осмотрели 43 садоводства. В первомайском районе и 34 в Барнауле. Легче предупредить, чем впоследствии раскрывать это. Многие дома здесь под сигнализацией, под чопами. То есть не только охрана местная, но еще и подключились, получается, под чоп-сигнализацией. К новостям культуры. Мой папа Питер Пен. В этом уверен герой нового спектакля молодежного театра Алтая. В выходные состоялась премьера. Зрители, среди которых была наш корреспондент Дарья Эйдемиллер, кружили, обвивали паутины и доводили до слез. Подробнее в нашем следующем сюжете. Если бы меня спросили, ну вот спросите, какую суперсилу ты бы хотел? Вот спросите. Какую? Было бы очень классно, было бы здорово, даже больше, было бы прям офигенно, если бы можно было вернуться в прошлое. И мы можем. Вместе с героем мы кружимся, буквально, по его воспоминаниям. Отправной точкой рассказа становится неожиданное заявление отца. Бам и зрители идут дальше, следуя за рассказом о классном, но бестолковом отце-артисте, который никак не мог найти стабильную работу и периодически пропадал. Сверхзадача этого спектакля, чтобы каждый, увидев этот спектакль, задумался о поиске гармонии между сохранением себя ребенка, ответственностью и верой в чудо, и тем, что оставили нам наши родители, во что мы верим. Содержание рассказа диктует форму. В постановке задействованы пять артистов, но на сцене людей гораздо больше. Все зрители – участники повествования. Часть из них ходит междекорацией, а часть кружится на подвижной части сцены. Постановка насыщена действиями, иногда на зрители начинают кричать «Сверху». Барнаульский зритель видит эту постановку не впервые. Этим летом выпускники школы-студии МХАТ поставили шесть эскизов. Только два из них было решено доработать до полноценных спектаклей. История о взрослом Петер Пенни – одна из них. На эскизинском, я помню, весь зал практически рыдал. То есть, было такое ощущение, такое магическое. Реально весь зал рыдал, потому что было сопереживание, было жалко героев. Хороший спектакль. Выходя сейчас, первое, что я сформулировал для себя, ну, наконец-то в Барнауле появился театр. Ни секунды не было стыдно за то, что я видел сегодня. Бениамин Коц, режиссер спектакля, о продолжении сотрудничества с молодежным театром пока не говорит. Возможно, постановка пьесы Карена Климовски – единственный творческий привет польского режиссера. И теперь он в репертуаре театра. Дарья Демиллер, Николай Шилко. День с толком. Это тоже своего рода премьера. Алтай-баскет в чемпионате России Суперлиги 2-го дивизиона провел первые домашние игры. Выходные команда на своей площадке принимала тамбов. Первую встречу наши выиграли. Как сложилась вторая и каковы перспективы Алтай-баскета в сезоне, знает Андрей Дреер. Трибуны поддерживают. После субботней победы от команды требовали закрепить успех. Видимо, такая ответственность сбивала. Игра началась негладко, но болельщикам надо отдать должное. Наша команда всегда впереди. Ну вот сегодняшняя игра какова. Очень хорошая команда. Сейчас после перерыва попрем вперед. Вчера также примерно начинали, чуть-чуть проигрывали. Но потом сделали камбэк обратно. И было очень напряженно. Надеюсь, сегодня также будет все здорово и выиграть ребята. Но, видимо, такой был день. Даже у фанатов не все получалось. Четвертый период. Алтай-баскет идет вперед с очень небольшим отрывом. Но у соперников какая-то невероятная реализация трехочковых. Но пока еще это не конец. Обиднее всего, что главный тамбовский снайпер Василий Гладышев. Четыре сезона отыгравший в Алтай-баскете. У него из десяти трехочковых бросков шесть в кольцо бывших коллег. Статистика почти как на тренировке. Да и по словам старшего тренера баскетовцев, наши не оказали должного сопротивления. Сегодня, наверное, не Тамбов выиграл, а мы проиграли. Мы слишком много создали, особенно в защите, опций, которыми опытная команда Тамбова, конечно, воспользовалась. Мы боремся внутри команды за организацию игры. И сегодня мне пришлось бороться с игроками за организацию игры. Счет 65-77 в пользу гостей. Хотя на субботней игре наши у Тамбова победу забрали. Да и вообще идут по сезону неплохо. Так что надежда есть. Взять реванш у Тамбовцев, а может по окончанию сезона и место в тройке лидеров. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова